Всех приветствую вас, друзья, на канале Беженцы из Украины. Сейчас мы с вами проедемся по маленькому городку под названием Балерна. Позади меня, смотрите, какой монумент. Не знаю, правда, из чего он сделан, но это явно памятник петуху. Видите, гребень у него такой. Я так понимаю, что из чего-то очень-очень твердого, но не похоже на камень. Комуна. Это типа как мэрия. Вот так вот выглядит. Сейчас мы пройдемся с вами дальше. Посмотрим, как здесь, по сути, живут люди и какие дома. Может быть, даже школу посмотрим. Ну, в принципе, очень маленький городок здесь. Несколько тысяч человек населения. Красивая церковь. Все, погнали. Так вот выглядит школа. Сколько здесь этажей. Сейчас посмотрим. Раз, два, три, четыре этажа. Несколько входов. И рядышком же, смотрите, спортивная площадка. Конечно, все на асфальте. Поиграть в волейбол можно. Но если упасть, то будет не очень приятно, конечно. Так, сейчас. Так, какого-то у нас года. Крест Анно. 1943 год. Балерна, Кристоф Фиделес. Короче, не знаю, что это значит. Но я так понимаю, что в 1943 году здесь он был поставлен. Так, сейчас посмотрим видон с высоты. Там внизу должен быть магазин Lidl. Ну и, в принципе, там огромное количество торговых центров. Архитектура, конечно, здесь очень интересная. Везде колонны. Полностью итальянский стиль. Центральный собор города Балерна. Очень похоже на склеп. Сейчас я подойду поближе. Посмотрим. Там даже по бокам я вижу два черепа висит. Так, сейчас попробуем посмотреть вовнутрь. Ну, в принципе, внутри здесь ничего такого интересного не увидим. 1886 год. Написано Асоа Монс Агения Латчет. Что-то я вообще не понимаю. Домиата. Не понимаю, чем здесь написано. Ну, вот так вот выглядят дома. В принципе, этот городок Балерна, он находится на горе. Довольно-таки высоко. И здесь много многоэтажных вот таких вот домов. Ну, какие многоэтажные? 3-5 этажей, это максимум. А так вот это, в принципе, в длину я вижу 4-3, не более. Дома, конечно, здесь в таком не очень хорошем состоянии. Так как все-таки это итальянский кантон Тичино. И это самый конец этого кантона. Потому мы с вами можем наблюдать. Ну, это еще, в принципе, более свежий. А так, в основном, большое количество домов немного пошарпанное. Такое, как бы, не совсем ухоженное, не совсем подмазанное. Даже обрисованное, смотрите, стены. Вот вообще стена. Из дерева, наверное, 200 лет уже ей. Но здесь живут люди. И, в принципе, Швейцарии вот эти вот, напрягают меня вот эти вот дрынчики. Вроде бы говоря, Швейцария закон тишины, закон тишины. Да никакого здесь закона тишины такого нет. Полиция их вообще не штрафует, они дрынчат. У нас квартира возле дороги. И там постоянно эти дрынчики дрынчат по полной катушке. Все, уже практически поднялся под гору. Уже будет более-менее прямая дорога далее. Здесь аллея Пальм. И будет здесь, внизу, будут джунгли. Фух. Даже можно спуститься, я вижу, туда вниз. Сейчас бы я окунулся, конечно, в этих дебрях. Все, друзья, в принципе, это уже выезд с города. Здесь я покупаю молоко, но это будет в других видео. Все, пока что молоко не продается. Я сейчас еду в совсем другой город. Так что подписываемся на канал. Всем до новых встреч, всем пока-пока.